11 марта 1801 года британские читатели уже знали. Русский император Павел перестал царствовать. Газеты помещают такие заголовки уже с января. Мы ожидаем услышать со следующей почтой, что великодушный Павел прекратил править. Большие изменения, судя по всему, уже произошли в правительстве России или не могут не произойти в ближайшее время. А в Санкт-Петербурге ранним утром 11 марта газеты еще не вышли. И город спал, когда по его улицам к Михайловскому замку быстро двигались заговорщики. Спали солдаты в казармах, спали верные гренадеры в далеком теперь Павловске. Спал император, уверенный, что звезда его царствования только начинает восхождение к высшей точке. Но ничто не изменит его образ. Ни во дворце, ни в истории. Сумасшедший самодур на троне. Чудак и притом опасный непредсказуемостью чудачеств. Соответствует ли этот образ реальности? И почему был убит император? Про Павла очень много наврали. В том числе первая про него начала врать Екатерина, что он был там сумасшедший, что он там ничего не делал. Вот простое сопоставление фактов и их интерпретаций. Все говорят о глупостях Павла. И прежде чем распутывать, что стоит за его убийством, распутаем клубок около павловской мифологии. К примеру, индийский поход, как вершина павловских чудачеств. Индия, Пакистан, Афганистан, там господствовали англичане. Появление России на этих рубежах в их планы никак не входило. А до этого было спасение Мальтийского ордена рыцарей. Но это уж куда православного царя батюшку занесло. Это прочные мифы истории. Но ведь если вдуматься, царствование Павла отнюдь не так бессмысленно. И многие знаковые для нашей истории события породила именно павловская эпоха. Вот, к примеру, знаменитый переход Суворова через Альпы. Мы знаем, что русские солдаты со своим фельдмаршалом совершили невозможное. Но что и понесло в Альпу? Зачем мы заняли Рим? И почему не пошли на Париж? А вот Мальта, штаб ордена Иоанитов. Почему католики большинства стран радостно приветствовали православного императора России в качестве главного рыцаря? Ключевский, цитата. Собрав все анекдоты, подумаешь, что все это какая-то пестрая и довольно бессвязная сказка. Между тем, в основе правительственной политики императора Павла, внешней и внутренней, лежали серьезные помыслы и начало, заслуживающие наше полное сочувствие. Но почему анекдоты остались в памяти народной от Павла? Почему образ царя столь карикатурен? И почему западные публицисты возвеличивают и мифологизируют только слабых русских правителей? За войнами России с Польшей значительнее стоят англичане. И на протяжении всего времени и до сегодняшнего момента Польша всегда была в орбите английской и разведки, и вообще английского сотрудничества. Это так похоже. Через 200 лет публикации в британских газетах об убийстве Павла I выйдут за два месяца до самого убийства. Откуда у англичан такая опережающая события информация? И что Англии до Павла I? Но в 1801 году заговорщики идут в Михайловский замок уверенно. Они знают, что общественное мнение на их стороне. А общество в салонах уверено. Царь сумасшедший. Слухи кто-то уверенно распускает. И они ложатся на благодатную почву. Павел и в самом деле с чудинкой. Он одинок с рождения, равно удален от матери Екатерины II и от ее окружения салонов Петербурга. Это и есть мнение России. И недовольных Павлом было много, тем более бывшие екатерининские фавориты. Они распускали слухи, что вот он самодур, там по Екатерине как хорошо жилось, а этот вот такой ужасный. В день его убийства княгиня Ольга Жеребцова, красавица петербургского света, уже на балу у прусского короля по дороге в Лондон. Это в ее петербургской квартире был салон, где собирались заговорщики. Но вот теперь ей сообщают об убийстве Павла. И дама так радостно вскрикивает, что король публично делает ей замечания о неприличном поведении. Но почему же Ольга Жеребцова в Европе? Она уехала за любовью. Посланник Британии Уитфорд был выслан Павлом из страны, а Жеребцова жить без него не могла. Такая романтическая история умиляет мир. На самом деле Жеребцова везет в Лондон заверение. Два миллиона фунтов, которые будут переправлены Уитфордом через нее в Петербург, сделают свое дело со дня на день. Кому-то нужно было заплатить, тому заплатили, потому что английская корона, так сказать, не бедная. Деньги только обещаны, но заговор не остановить. Душа его, граф Палин, которому Павел верит безответно, вербуя генерала Свечина, говорит ему. Группа наиболее уважаемых людей страны, поддерживаемая Англией, поставила себе целью свергнуть жестокое и позорное правительство и возвести на престол наследника великого князя Александра, который по своему возрасту и чувствам подает надежды. Произнесено слово Англия. Но что же Англии до Павла? Что ж мы всегда руку Запада видим в наших бедах? Безусловно, и вина Павла есть в том, что дожил он до смерти такой. Россия и Англия до поры просто не замечали друг друга. По большому счету, Петр нанес Россию на карту, которая лежала на столе британского правительства, а также на карты в Париже и других европейских странах. Россия теперь действительно заметна. Обретение Петра Великого не давали покоя англосаксам в течение 200 лет. И во время Первой мировой войны в британском форен-офисе взяты были все из архивов документы Петровских времен, чтобы посмотреть, как можно закрепить распад тогдашней России, хотя это была союзница по Антанте. Восприятие России в Англии, и если брать более широко в Великобритании, всегда было продиктовано широко распространенной убежденностью в том, что Англия – оплот всяческих свобод, а Россия – страна деспотии. Это повторялось из раза в раз в XVIII веке, а в XIX об этом стали говорить еще более уверенно. И я даже думаю, что такое восприятие никуда не исчезло. Вот только когда Россия набрала силы и влияние в конце XVIII века, вот тогда англичане начали беспокоиться. Но даже тогда осложнение отношений было отложено на 25 лет, потому что произошла революция во Франции. После того, как французская революция уничтожила королевскую власть, монархи Европы осознали опасность. Пусть Франция, давний конкурент, сошла с арены, но опасность хаоса грозила перекинуться через границы. Империи объединились для противостояния французской революционной экспансии. Тем более, что молодой генерал Бонапарт уже крушил их армии и грозил возрождением французской мощи. Русская армия в Европе действует совместно с австрийской. Ведь все на самом деле происходит по экономическим мотивам. На выходе все из-за денег. Деньги, ресурсы, территория. А дальше способы воздействия. Когда Александр Суворов ввел свои войска по Европе от победы к победе, росла его слава. Но и росли мифы вокруг русского полководца. Европейские издания заполнили карикатурами на фельдмаршала. Чем более, как бы, необразованной является какая-то определенная часть населения, тем более дикими способами на нее воздействуют, самыми невероятными. Распространяют такие, как бы, слухи, которые, ну, нормальный, приличный человек не поверит, а, значит, для народа вполне годится. Вот как изображают Суворова европейские издания. А это, заметим, союзники в войне. А вот что напишет после совместной с Россией победы над Наполеоном британская «Таймс» в 1818 году. Суворов почти 20 лет в могиле. Цитата. «Все почести не могут смыть позора прихотливой жестокости с его характера и заставить историка писать его портрет в каких-либо иных красках, кроме тех, что достойны удачливого сумасшедшего милитариста или ловкого дикаря». На карикатурах Суворов завален трупами. Его именуют «мясняком». Такое отношение к личности Суворова сохранилось в западноисторической науке до наших дней. Это один из законов информационных войн. Грамотно распропагандированный миф воспринимается детьми его создателей как истина в последней инстанции. Карикатуры – это излюбленный прием тоже английской пропаганды. Вы можете зайти вот сейчас хоть в наш музей, где Бородинская панорама, и там очень много висит в музее английских карикатур. При этом мало кто помнит сегодня, что знаменитый его бросок через Альпы, беспрецедентный в мировой истории, закончился предательством союзников. Австрийцы просто не пришли на место встречи армии. И Суворов при всем желании не мог развить успех. Изнуренный походом, он вскоре скончался, не переставая жалеть, что не довелось ему встретиться в бою с подающим большие надежды генералом Бонапартом. Россия не воспользовалась победами Суворова. Но был ли у нее другой вариант? Павел I приказал выйти России из этой войны, разорвал союзнические отношения с Австрией. И стал уже с Наполеоном сотрудничать. Вот радикальный переворот в политике. Но, как я уже говорил, это в тактическом плане может быть обидным выглядит, что мы одержали какую-то часть побед, и потом победами этими не воспользовались. Павел понимал, что союзники не дают России простора, увидев силу ее армии. А Бонапарт посылал недвусмысленные сигналы. Он призывал объединить силы двух империй и поделить мир. Что имела Россия к этому моменту? Времена Очаковские и покорение Крыма в прошлом. Но это не только строчка из комедии Грибоедова. Это кровью русских солдат омытый прорыв к черноморскому влиянию. Оттуда до Средиземного моря уже рукой подать. Мальтийские владения – это не просто прихоть царя-рыцаря. Это база русского флота в Средиземном море. Но кто владычица морей? Британская корона. Потерпит она такое? Ставка англичан всегда на флот. Доктрина даже такая была, что флот англичан должен быть минимум на треть больше, чем совокупный флот всех остальных стран. То есть представляете, сколько денег они тратили на флот. Все англичане были, так сказать, матросами, капитанами, пиратами по-разному. Вот они, контролируя флот, они контролируют, естественно, морские пути и мировую торговлю. Контролируя торговлю, ты всегда наживаешься, ты всегда богатеешь. Павел I был, наверное, очень многим неугоден, как командор Малтийского ордена. Это уже связь с Средиземным морем, значит. Ох, это же точка, которая просто вызывала дрожь буквально в Британии. Это можно проследить просто от Первой мировой войны до переговоров уже со Сталиным и потом после войны. Британцам казалось слишком опасным возможность сближения Павла I с Наполеоном. И там где-то когда, вот сам ужас появления казаков на севере Индии, там где-то по большому счету пара казахских полков, ведь шутя могла свернуть британцам, у которых, собственно, не было в Индии опоры как таковой. Британское могущество в Индии висело в воздухе на самом деле. И вот англичане усердно и успешно подливали масло в огонь в данном отношении. Но все-таки, почему Лондон и почему до сих пор достижения Павла в государственной политике прочно погребены под налетом мифологии? Лондон к утру 11 марта 1801 года был погружен в политический хаос и панику. Отставка правительства Питта, позорная растерянность перед лицом главных новостей последних месяцев. Британская корона неуклонно теряет свое величие. Она вот-вот утратит восточные колонии и гегемонию на море. Это полный крах. Наполеон уже занял Египет в поиске сухопутного пути в Индию. И русские казаки маршируют туда вдоль берегов Волги. Индия – это главный залог британского богатства. Маленький остров существует за счет прибыли со сказочно красивых и сказочно богатых колоний. Павел же накануне 11 марта отправляет своим казакам письмо, чтобы помнили главную цель броска на юг. Цель – все сие, английские колониальные учреждения в Индии, разорить и угнетенных владельцев, магараджей освободить и ласкою привести в зависимость от России, в ту же, в какой они у англичан, и торт обратить к нам. Павел знает, чем расположить индийцев. Британская корона в колониях совсем не ласкова, наоборот, жестока. Он опять может выиграть пиар-войну за симпатии покоренных индийцев. Давно ли западная пресса называла его русским Гамлетом и Дон Кихотом? Всего за два года в газетных заголовках он стал сумасшедшим тираном. Англичане целенаправленно фокусировали действия на дискредитации политики Павла I, на объяснение русскому нобилитету, что его политика не соответствует национальным интересам России, на самом деле она не соответствует национальным интересам Британии. Понятное дело. Зачем же просвещенной Британии так дискредитировать русского императора? Напомним, еще свежи воспоминания о французской революции. Видны уже притязания Наполеона, а русская армия – единственная сила, которая ему способна противостоять в Европе. Солдаты Суворова совершают беспрецедентный бросок через неприступные перевалы, а союзники пишут о сумасшедшем царе. Павел предложение Бонапарта принял. С этого момента он подписал себе смертный приговор и окончательно закрепил за собой в истории образ дурачка-самодура, как всегда в таких случаях далекий от реальности. А русские корабли уже штурмуют бастионы острова Корфу. Эскадра адмирала Ушакова вовсю хозяйничает на Адриатике. Но в Петербурге и европейских столицах шепчутся в салонах. Дурак, сумасшедший на троне. Тиран-то уже был, Иван ужасный. И Грозный, и Павел били по своим, централизуя власть и наказывая элиту за излишество. Грозный – бояр в шубах, Павел – дворян в имениях. Про обоих царей в простом народе говорили только хорошее. Но ведь не простой народ делает историю, а та самая элита. Потому она с радостью растопчет и память об Иване, и образ Павла. Между прочим, сам Павел дворян обидел очень сильно, потому что он отменил многие дворянские вольности. Он заставил дворян служить. Нельзя больше, чем уходить в отставку, например, если ты не отслужил минимум год в армии. Если ты служишь в армии, значит, отпуск, там, две недели, месяц, а остальное время, пожалуйста, будь в частях, тренируйся, значит, воюй, на учениях участвуй, а не в имении у себя сиди с собаками, да. Ну и масса всяких таких вещей, которые, как бы, дворянам очень не нравились. Павел был, несомненно, с чудинкой в быту. Но в политике его действия вполне рациональны. Он первым облегчил крепостную систему, сократил барщину для крестьян. Он укрепил армию, защитив права солдата и отменив для него телесные наказания. Более того, он вызвал ропот в офицерстве, когда запретил генералам использовать солдат как рабочую силу в своих имениях. Результат – любовь народа и ненависть ближнего окружения. Когда павловские казаки двинулись в Индию, чтобы соединиться с войсками Наполеона и завершить эпоху британского владычества, заговор в Петербурге и Лондоне был уже готов. С высокопоставленными дворянами, значит, аристократией, естественно, работают лично. Значит, с людьми там поменьше, с какими-то чиновниками, там идет какая-то, может быть, переписка, каким-то слуховую среду организуют газеты, журналы, поскольку это люди образованные. Если, значит, речь идет о воздействии на народ, то это либо там какие-то картинки, карикатуры, либо запуск слухов. 27 января 1801 года в английской прессе появилось сообщение, что в Лондон прибыл российский чиновник с новостями о смещении Павла и назначении Регенского совета, возглавляемого императрицей и принцем Александром. До смерти Павла оставалось ровно полтора месяца. Это своего рода черная магия информационной войны. Упорно повторяя то, чего хочешь достичь, как будто это уже случилось, ты изменяешь реальность, готовя заранее события, которому еще предстоит произойти. Этот прием информационной войны европейцы тогда применили в первый, но далеко не в последний раз. Никто уже ни в Европе, ни в России не удивился, когда 11 марта 1801 года император Павел был убит. Убийство Павла – одно из самых удачных акций, английской дипломатии. Когда до Бонапарта дошла новость о гибели Павла, он сказал, они не смогли достать меня в Париже, они поразили меня в Петербурге. Кто же эти они и чего они добились? Информационная война и тут играла свою роль, понимаете. Вело его, как известно, английское посольство. Говорили, что британский посол был причастен к этому. Это, конечно, не сыграло ключевой роли. Павел был смещен аристократами под предводительством моего прапрадеда. Ими руководили не англичане, а их собственные интересы в захвате власти. Виноват Павел, виноваты его советники, виноваты его окружения, которое противопоставило себя элите того времени. И фактически, находясь в самом защищенном месте в мире, наверное, в Михайловском замке, император величайшей империи эпохи, понимаете, был удушен собственными ближайшими предворками. Представим на минуту, что было бы, если бы индийский поход увенчался успехом. Русские и французские войска встречаются в Персии и идут к Индийскому океану. Русская эскадра отрезает Британии морские пути переброски войск. Французы уже прочно удерживают сухопутный путь через Египет. У англичан в Индии нет резервов, к тому же местные жители встречают избавителей с восторгом. Через несколько лет без колоний британская экономика приходит в упадок. И остров остается навеки вне цивилизованного мира. Как следствие, нет континентальной блокады, нет повода и для войны 1812 года. Тысячи русских и французов не погибнут при Бородине. И Москва не будет гореть. На невиданные доходы от индийской торговли она уже к 1812 году новая, каменная. Впрочем, мир не может жить без противоречий. И, скорее всего, русской и французской империи скоро стало быть тесно в мире и новой.